В тени Килиманджаро, самой высокой горы Африки, в стране больших кошек, огненные заросли отпугнули любую жизнь на этой земле. После катастрофы благородные воины, которые населяли этот регион, занялись обожженной почвой. Она была усыпана камнями очаровательного голубого цвета с сиреневым оттенком. Они обнаружили Танзанит в месте, которое называется Мирирари. У вас великолепный камень. Мне кажется, это Танзанит. Да, это один из моих первых. Посмотрите, это мой первый подарок моего мужа. Это мое обручальное кольцо, которое он купил в США, недалеко от дома, в начале 70-х годов. Начиная с 1968 года, ювелирный магазин Тиффани представил американскому рынку драгоценный камень, который имел голубой и сиреневый оттенок. Он изобрел гармоничное имя для этого очень редкого камня, которого можно найти лишь в Танзании. Танзания – страна Восточной Африки, которая находится между экватором и тропиком Козерога. Берега омываются Индийским океаном. Разговорный язык в стране – Суахили. Часть ее экономики основана на экспорте кофе. Охота на больших животных была заменена сафари для туристов, которая была организована и тщательно наблюдается, чтобы не нарушать экосистему. Индийцы, арабы и другие путешественники пришедшие сюда благодаря мусоном устроились на берегах Танзании, на острове Занзибар. Они приходили за слоновой костью, за камнями, за драгоценными металлами, которые в избытке находятся в недрах Танзании. Также за алмазами, рубинами, гранатами и многими другими сокровищами. На больших равнинах страны образовалась народность пасторов Масаи. Эта народность образовывалась на берегах Нила. В течение 15 века они мигрировали на восток Африки. Масаи были признаны самыми мужественными и воинственными. И полагают, что все земные стада некогда принадлежали и принадлежат им. И даже сегодня они оправляются в поход, чтобы вернуть себе украденные вещи и зверей. Пением и танцем они удостаивают тех, кто отличает убив льва простым копьем благодаря своему мужеству. Поехали! Сегодня именно на этой территории находится Танзанит, который в былые времена называли «голубым небом». Где находится Танзанит? В Варуши, в Мириране. Да, в Мириране. Да, в Мириране. Хочешь пойти посмотреть? Хочу. Шахты находятся на востоке Серенгети, в кратере Онгуронгу. На этой площади в 20 тысяч километров животные не знают о людях. Большие кошки терпеливо ожидают миграцию на север тысяч гной зебр, ведь это их добыча. Город Мириране ближе всего находится к шахтам. И самая обстановка напоминает здесь дикий запах. Без полиции и надзора. Голубая лихорадка привлекала сюда искателей приключений со всех концов света. Именно поэтому здесь стали так популярны домосвидания и бары. Здесь не говорят на суахили, но говорят на языке майя, язык масаи. Действительно, они принадлежат 95% торговли Танзанита. Воинственные молодые люди, которые на данный момент находятся в возрасте между 28-35 лет, полностью держат эту деятельность. Его называют ландис. Эти гордые люди обменивали копья на ювелирные инструменты. Они заслужили себе репутацию честных и прямых людей, но довольно грозных при проведении переговоров. Они торгуют только танзанитам. Они покупают его напрямую у владельцев рудников. Амари единственный, и он предполагает свою и предлагает свою продукцию. Интуитивно они выбирают качество, цвет, чистоту камней и быстро видят цену, которую они могли бы получить. Их роль – лишь только быть посредником между шахтой и прилавком. Никогда они сами не работали в шахтах. У тебя есть шахта Танзанита? Да, у меня есть целая шахта. Называется она Ангурогу. Я могу вам ее показать. Пойдемте. Хорошо. Хорошо. Шахты находятся в 10 километрах от Мирирани. Последний километр. Пришедшие в упадок барачные лагеря, покрытые гофрированными листами и построенные на скорую руку, окружают дорогу. Обнадеженные мечтами о богатстве и глупые бедняки живут здесь в крайних нестабильных условиях. Такие условия делают этот периметр особенно опасным. Периметр Амари окружен деревянными изгородями, которые защищают его от враждебных вторжений. Большое напряжение нависает над шахтой, в которой на протяжении уже нескольких месяцев не находили камней. Находки так редки. Галереи роются в граффити, который обычно используется в качестве смазочного материала в индустрии. Граффит обеспечивает отличное скольжение. Вертикальный спуск достигает обычно 40-50 метров. Галереи иногда в несколько километров в длину. Граффит образуется с помощью практически чистого кристаллизированного углерода, очень твердого минерала. Единственное средство для того, чтобы вырыть галереи, это динамит. В каждой шахте лишь несколько людей, которые не имеют специального образования, имеют право манипулировать взрывчатыми веществами. Несчастные случаи все так же часто происходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В удушливой атмосфере шахтеры стараются убежать от взрыва, который иногда создает обрушение соседних туннелей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько детонаций потрясает шахту, в то время как сильная команда «Амари» набирает шахтеры. Он разбирает 200 человек, чтобы вытащить наружу весь строительный мусор, загромождающий дно шахты. После многочисленных месяцев работы, которая сводится к добыче танзанита, эти бедные глупцы находятся в отчаянном положении. Целая жизнь этого региона полностью зависит от голубого камня. Он так необходим здесь, как вода в пустыне. Без этого камня голод распространяется на всех искателей приключений. Каждый человек здесь копает, лишь бы избежать спуска в шахту. Действительно, если один из них найдет Танзанит, целая ссора может разразиться. Даже смертельные случаи здесь возможны. Они собираются работать на глубине нескольких километров, чтобы пустошить бесплодную руду ради смешной суммы в 7 долларов. Для них это маленькое состояние, но даже ради него они готовы на многое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они собираются образовывать настоящую человеческую цепь, которая спустится до основания. В течение 18 часов только эти рабы и эти люди собираются передать тысячи сумок из рук в руки, наполненные почвах в поисках сиренево-голубой искры, которая могла бы сделать их богатыми. Таким образом, несколько тонн руды достаются из шахты. На открытом воздухе время идет быстро. Сезон дождей начинается, сильные ливни наводняют шахты. В 1998-м проход Эль-Нино смертельно отметил этот регион. Несколько сотен шахтеров были похоронены заживо под потоками грязи. По этой причине сегодня Министерство по охране шахт навязывает дилерам помещать крышу выше спусков, а также вокруг возводить стены, чтобы меньше воды проникло внутрь шахты. Руда, которую достали, считается бесплодной, так как в ней нет танзанита. Ее выбрасывают недалеко от шахты. Ванна Пола независимый шахтер сортирует его с пристальным вниманием, желая найти несколько драгоценных камней. Ну так ты нашел камни в этой шахте? Да, нашел. Вот этот, очень крупный камень. Что это? Это кристалл танзанита. Они хорошего качества? Да, у них красивый цвет. Цвет очень хороший. Этот камень один из лучших. У него есть красивый цвет, присущий танзаниту. Там ты можешь увидеть маленькие камешки танзанит. Ты видишь цвет? Он хороший. Вы находите танзаниты разных цветов? Да, иногда можно найти голубой танзанит, иногда более чистый, ясный, иногда медового цвета, который переходит в коричневый. Но это всегда танзаниты. Вчера вечером мы нашли вот это. Ты видишь, это хороший знак. Это указывает на то, что мы, скорее всего, найдем очень красивые камни рядом с ним. Очень красивые камни. Не знаем, когда точно, ведь иногда на это требуется целые месяцы, а иногда достаточно лишь несколько дней. Может быть, мы даже сегодня что-нибудь найдем. Ранним утром почва устелена пустыми сумраками, работа завершена и расчищена шахта, готовая к новым поискам. Танзанит мы находим в почве, богатой графитом. В этой почве находятся великолепные жилы. Только в регионе Мириране? Это крайне трудно. Это все-таки работа, настоящая работа. Работа в шахте может занять до 10 лет, прежде чем ты найдешь танзанит. И люди его находят, отсортировывают. Может ли случиться, что они найдут очень много камней? В основном мы приносим его оптовым торговцам. Они предлагают камни тем, у кого есть лицензия на продажу на экспорт. Большая часть лицензий владеют оптовые торговцы, и очень редко шахтеры. Но когда шахтер и оптовик – это один и тот же человек, то он напрямую экспортирует камни. Он получает разрешение напрямую вывозить камни. Поэтому он сам продает сразу же за границу. Очень много танзанита можно встретить на американском рынке. Когда подозревают, что в глубине шахты найдут танзаниты, а Марий спускается сам, чтобы контролировать процесс поднятия камней. Шахты – это настоящий лабиринт. Нередко, что в течение взрыва или перфорации, шахтеры перебираются в соседний туннель, который принадлежит другой общине. В данном случае владельцы выливают железобетон, чтобы загромоздить проход. В сущности, температура здесь достигает 50 градусов Цельсия. Вентиляция здесь крайне плохая. В этом аду с первых минут кожа покрыта тонким слоем черного графита, который после образует нестираемую татуировку. В этой шахте о людях говорят, что они больны голубой лихорадкой. Действительно, танзанит будоражит, как наркотик. Чем ближе к этому ценному минералу, тем больше становишься истеричнее. Некоторые даже говорят, что минерал издает какой-то особенный запах, и он становится лишь сильнее по мере приближения к танзаниту. Амари постоянно использует 60-70 шахтеров, которые работают в этих незначительных по размерах помещениях. Трудно найти большой кристалл танзанита, так как природа произвела небольшое количество этих исключительных драгоценных камней. Кристаллы, превосходящие 1 сантиметра, очень редки. С другой стороны, динамит наносит много ущерба, взрывы, разбивают и ломают эти кристаллы, поэтому в руки к ювелирам часто попадают кристаллы, которые невозможно отшлифовать. Электрический свет придает этому камню сиреневый оттенок именно в том месте, где мы смотрим на кристалл. Он может быть голубым, сиреневым или даже красным. Научное имя этого камня Зои Сид по имени австралийского минеролога Вон Зои. Он обычно каштанного цвета, иногда зеленого, и он находится повсеместно в недрах нашей планеты. Но голубой цвет для этих драгоценных кристаллов это самый настоящий подарок природы. Существует только 12 километров в Танзании, где находится этот красивый драгоценный камень. Именно ювелир Тиффани дал ему имя «Танзанит», так как Зои Сид в своем произношении, приближенное в словосочетании, это покончить жизнь самоубийством на английском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приблизительно 600 миллионов лет тому назад тектонические движения создали разломы, а затем образовали горные складки. Зоны слабой плотности образовались под изгибами складок. Прибывающая из глубин рен жидкость, богатая углеводами, и содержащая в анаде перемещалась. Вещества, содержащие в жидкости, концентрировались и локализировались на уровне изгибов. Кальций, алюминий, кремний, кислород, водород и ванадий все вместе образовывают кристаллы танзанита коричневого цвета. Повышение окружающей температуры примерно до 600 градусов трансформировало ванадий. Это превращение дало голубой цвет настоящего танзанита. Шахтеры, которые работают у Амари, заняты 8 часов в глубине шахты. Но в случае больших находок они могут остаться до 12 часов, чтобы обрабатывать большие галереи. Этим людям платят процент. Случается, что это вознаграждение дается в камнях. Ну а когда нет самого товара, то просто дают им деньги на еду. Меня зовут Амари, мне 27 лет. Моя самая большая мечта, как, наверное, у всех шахтеров, это однажды наткнуться на красивый огромный камень. Человек может выйти из глубины шахты с достаточным количеством камней, чтобы сиюминутно стать богатым. Потому что среди нас действительно есть те, кто их нашел и стал богатым. Они нам очень помогают, дают средства к существованию. Теперь у меня есть надежда, что однажды и я так смогу. Я уверен, что стану богатым, если удача мне улыбнется. Многочисленные шахтеры этой деревни мечтают стать богатыми, но главным образом именно Масаи ведут выгодные сделки. Когда они должны купить партию камней, они снова объединяются и беседуют о том, каким образом они могут найти необходимый бюджет, особенно когда речь идет о закупке значительной партии Танзанита. Какими бы ни были обстоятельства, они хранят свои племенные традиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотри на этот камень. Это крупный экземпляр, очень чистый. Не говори слишком много, не беспокойся, Амари не понимает Масаи. Тогда ты продаешь свои камни за очень дорого, деньги как будто с неба падают. Невероятно дорого. Ты назначил цену? Один миллион? Сто двадцать тысяч? Нет, я тебе их продавать очень дешево не буду. Хорошо, ладно, я возьму, мне нужны деньги. Это теперь твое. Забирай. Дай руку. Дело сделано. Перепродажа ведется в коммерческих прилавках драгоценных камней. В одном из наиболее близких к большому городу Аруши. Многие Масаи сделали состояние благодаря этим камням. Некоторые вложили свои деньги в стада, а самые богатые в строительство сверхсовременных зданий в Арушу. Рассказывают даже, что один из них поднялся наверх своего высотного здания и сбросил кучу денег вниз, чтобы раздать бедным. Аруша – город с населением в 400 тысяч жителей, экономика которого основана на большей части на продаже Танзанита. Она, главное, стала быстро развиваться в конце социалистического режима после 1987 года, в тот период, когда хозяйство было снова приватизировано. Эрик и Марка Сол обладают прилавком в Аруши, который делает закупки и экспортирует драгоценные камни. У меня есть 150 каратов, мне нужно 200, чтобы сделать заказ. Там 22, следовательно, 172 карата. Мне еще необходимо. 28 каратов маленьких камней. Хорошо, я посмотрю. Это те же Масаи? Они вернулись? Да, их трое. Хорошо, пусть подождут. Мы пригласим их. У вас есть камни? Да, они у нас есть. Добро пожаловать, дорогие гости. Вы продаете или покупаете? Мы хотим купить камни. И что нового в шахте с Танзанитом? Да, ничего особенного. Камни? Да, есть, конечно. В какой шахте они добываются? Не знаю, шахта какая-то, как-то называется, не помню. Ты не хочешь мне сказать, потому что это тайна? Да нет никакой тайны. Вы хотите мне рассказать ваш секрет? Да все, что есть. Есть также и другие. Эти стоят 2 миллиона 300 тысяч. Но цвет не такой уж хороший. Но у этого камня нет изъянов. Смотрите, он хороший. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ты видишь, несмотря на все дожди, которые у нас были, или мы все-таки нашли красивые камни. Они ведь красивого качества, правда? Я не знаю, очень красивые. Я знаю, что ты путешествовал много и видел много, наверное, подделок. Но для голубого цвета этот камень великолепен. Он легко может конкурировать с сапфиром. Намного красивее, чем иолит. Тогда, Патрик, я не знаю, уже видел ли ты это? Он очень хорошо продается в США. Это трехугольная форма. Это, как сказать, современная форма. Это также форма, которая великолепно продается в США, а значит, хорошо будет продаваться в Европе. Этот размер называется принцесса. Так же, как и в случае с изумрудом. Так что действительно необычно в этом камне это то, что можно найти только здесь, нигде больше во всем мире. Кроме того, этот кристалл троичный. То есть, когда ты берешь в руки и переворачиваешь, теоретически ты видишь три отражения. Цвет может немного меняться от камня к камню, но на всех камнях, на трех цветах, которые необходимо увидеть, всегда присутствуют два цвета, которые мы всегда сможем разглядеть. Голубой и фиолетов. Дихроскоп позволяет определить различные цвета, содержащие в камне. Третий цвет может быть слегка зеленым, слегка серым, а в некоторых иногда даже красные оттенки видны. Когда берем в руки большие размеры и хотим их обработать сначала, мы тренируемся на камнях меньшей стоимости. Например, красные гранаты, родолиты. Даже иногда со стеклом тренируемся, так как мы не можем позволить себе сделать что-то на Танзаните. Это стоит очень дорого. Как только мы вместе с огранщиком действительно поняли, что необходимо и как необходимо обрабатывать камень, мы беремся за работу. Само месторождение занимает не больше 12 квадратных километров. Все лишь в этой долине. Это площадь, которой 12 квадратных километров мы знаем, и мы не знаем о другом месторождении. Мы мальчишками жили в Кении. Наш отец был геологом, известным в Восточной Африке. Меня зовут Джон Сол. Наши два сына Марки и Эрик родились в Найроби, а затем они уехали в Европу во Францию в 1974-м. Они решили вернуться в Восточную Африку. В 60-е и 70-е годы я жил в Кении, в Танзании, где я работал над поиском месторождений. Я обнаружил несколько маленьких месторождений, и я начал продавать драгоценные камни, в том числе танзаниты. Был закройщик одежды по имени Мануэль де Сюза, который жил в Аруши. В июле 67-го Сюза нашел танзаниты. Я не знаю, нашел ли он просто на земле, либо ему принесли масаи, которые жили в том регионе. Но эти камни очустились в моем офисе. Он работал на своей старой машине. Не так уж много было света, но обрабатывал исключительным образом камни. И у него было очень много камней, танзанита. И когда я пришел к нему второй раз, я поднял эту корзинку полную, наполненную танзанитом. И в третий раз, когда я пришел к нему, у него кровать была приподнята. Там столько танзанита под ней хранилось. Представляете? И я экспортировал эти камни в США. И мой папа стал президентом Саксу и Савиню. Ему принадлежала танзанита из Тиффани. И Тиффани дал ответ «Да». Большая часть танзанитов обработана в Аруше. Люди, происходящие из Индии, сыграли здесь свою роль. Меня зовут Пандит Паркет. Я владелец общества Classic Gems, которое находится в Аруше. Я специализируюсь на продаже танзанита уже 15 лет. После того, как они достаются из шахты, из этих камней будут формировать будущую форму драгоценного кристалла при помощи алмазного диска. Эта операция служит для того, чтобы придать форму камню и извлечь все включения. Когда камень предварительно сформирован, его начинают гранить, затем полировать. Ну а затем его нагревают. Когда камень нагрет, то каштановый оттенок исчезает. Этот камень становится другого оттенка и остается лишь голубой или фиолетовый цвет на нем. Вот поэтому камень имеет этот сиреневый цвет, синий-лиловый. Нагревая камень на 600 градусов, каштановый оттенок исчезает. Жар никак не влияет на сам камень, но цвет меняется. И даже через годы после обработки цвет танзанита больше не изменится. Он остается таковым на протяжении многих и многих лет. У танзанита есть три оттенка – голубой, фиолетовый и каштановый. Когда камень помещается на стол с голубым покрытием, обработанный камень будет голубым. Когда же камень помещают на стол с фиолетовым покрытием, камень становится фиолетовым. А помещенный на стол с каштановым покрытием, камень будет синий-лиловым, кое-где с сиреневыми прожилками, либо голубыми. Все зависит от насыщенности покрытия. Передо мной два вида необработанных камней. Вот натуральный танзанит. В естественном состоянии. Он не нуждается в нагреве. А все эти камни должны быть нагретыми. 99% излеченных камней нуждаются в нагреве. Различают танзаниты трех сортов – тройной А, двойное А и А. Экзотическая внешность и очарование этого камня оказывает на меня огромное влияние. Именно поэтому я настоящий специалист по части танзанитов. Большая часть необработанных камней, которые я покупаю, обрабатываются и экспортируются главным образом в США, а также в Германию, Гонконг, в Таиланд и еще в несколько других европейских стран. Но мой главный рынок сбыта – это США. 80% моей продукции уезжает именно туда. Большая часть танзанитов продается на самом большом в мире рынке по продаже камней, которая находится в городе Таксон в Аризоне. На американском рынке – это второй голубой камень, который продается в больших объемах после сапфира. В течение последних двух лет танзанит немного потерял свои позиции международных рынков. Возможно, это было вызвано слухами о том, что добыча этого камня финансировалась группа Аль-Каида. Но впоследствии это было официально опровергнуто. Аль-Каида 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 Варуши, отправной пункт роскошных сафари, небольшие прилавки во продаже камней посылают брокеров, чтобы те поймали в своей сети несколько иностранных нефритов. Главным образом, именно женщины ответственны за эту работу. Владелец камней отдает свои драгоценные камни, фиксируя их цены. За проданные камни ему отдают деньги. Разница между реальной и фиксированной ценой – это его вознаграждение. Непроданные за день камней вечером возвращаются владельцу. На улицах Аруши можно найти все, за исключением настоящего танзанита. Все голубые камни здесь – это кардиорит или иолит, который легко можно перепутать с танзанитом благодаря цвету. Их цена крайне низка, так как это достаточно обыкновенный камень, в других же местах его рассматривают как жуличество. Торговцы предлагают также голубые стеклянные подделки, абсолютно чистые, без каких-либо включений, цвет которых бы очень близок к цвету танзанита. Единственное средство в этом случае – это использование аппарата, который позволяет определить показатель преломления камня, связь между скоростью света в воздухе и скоростью света через драгоценный камень. Для каждого драгоценного камня этот индекс устанавливается индивидуально. В данном случае у этого камня показатель преломления 1.52. Он не может быть из Танзании, так как индекс находится где-то между 1.69 и 1.7. Для туристов, не знающих всех тайн и особенностей драгоценных камней, крайне опасно покупать их на улице. Лучше всего обратиться в специализированные магазины, где есть дипломированные специалисты, которые полностью несут ответственность за свои действия. Когда такие специалисты невежественно или плохо работают с выгодными сделками, то такие ошибки, бывает, им очень дорого обходятся. Так как вы видите, одна из особенностей Танзанида состоит в том, что они все разные, все отличаются друг от друга. Некоторые более голубые, другие более фиолетовые, у других еще более выраженный фиолетовый оттенок. Или он просто голубой. Темно-голубые имеют самое высокое качество, правда? Да, именно они больше всего востребованы на рынке. Вот смотрите. Это то, что мы называем изумрудным размером. Красиво, очень красиво. Этот камень почти 6 карат. Камни оплачивают согласно весу. Один карат равен 0,2 грамма. Какая цена этого камня, например? Этот стоит 2200 долларов. И вы знаете, какая должна быть цена камня, который затем будет вставлен в кольцо? Нет, я вам посоветую вот, что необходимо посмотреть разные модели и выбрать такую установку камня, которая отлично соответствует тому, что бы вы хотели. Затем посетите местного ювелира и скажите свою цену. Это кольцо, родиной которой является Танзания, будет единственным в своем мире. Большинство камней не продается в стране, где они были найдены. Большую их часть экспортируют. Служащие министерства шахт перемещаются за прилавки, чтобы осуществить формальности, необходимые для этого экспорта. Проверяют количество камней, а также их вес. Они упаковывают их в специальную коробку. Мы обязаны хорошо упаковать товар. Так как сумок не так мало, мы их просто хорошо уложим. Чересчур, вы думаете, много? Да, небольшая проблема, но это будет урегулировано. Итак, три сумки. Прежде чем уйдешь, мне необходимо подписать документы. Сейчас или позже? Я думаю, что лучше сейчас. Она запечатана агентами министерства шахт и больше не будет открыта на танзанитской территории. 423 тысячи шиллингов. Экспортер оплатил пошлины согласно объявленной ценности камней. Доставка камней – это ответственность экспортера, и она осуществляется под его надзором. КОНЕЦ 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 По прибытию в другую страну камни подчиняются законодательству другой страны. Во Франции экспедитор, который торгует драгоценными камнями, делает таможенное оформление для экспортера, таким образом упрощая формальности оформления. КОНЕЦ 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 Скажите мне, внутри находится тот самый замечательный танзанит, который мы ждем? КОНЕЦ КОНЕЦ Танзанит КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok